Российская авиация прекратила наносить удары по тем районам и вооруженным формированиям в Сирии, которые поддержали режим прекращения огня. Об этом сегодня заявили Министерство обороны. Там подчеркнули, что борьба будет продолжена с теми группировками, которые в ООН признаны террористическими. Кроме того, Россия сосредотачивает, усиливая на доставке бомбинтарной помощи населению пострадавших районов. С докладом о военных ознакомился Артём Потёмин. «Зелёная зона» — новый термин, который с сегодняшнего дня прочно войдёт в лексикон военных, принимающих участие в сирийском конфликте. Это районы, находящиеся под контролем самых разных вооружённых формирований, но всех их объединяет одно — они подписали соглашение о перемирии. А значит, и удары по этим территориям ни российская авиагруппа, ни так называемая «западная коалиция», возглавляемая США, наносить не будет. Помимо правительственных войск, прекращение огня одобрили и 17 группировок. В основном это патриотически настроенная оппозиция, среди которой сирийская демократическая армия, отряды «Искандерон», «Суреем», «Чалобия», «Соколы пустыни» и другие. Тем не менее, перемирие не коснётся террористов, а наоборот, уверенно, в российском генштабе позволит сосредоточиться всем заинтересованным в этом силам на борьбе с боевиками. Взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня мы выполняем в полном объёме. Однако это не означает, что боевики ИГИЛ или джипгат Ан-Нусры могут вздохнуть с облегчением. Мы полностью контролируем ситуацию на всей территории Сирии. При этом ежедневно применяются беспилотные летательные аппараты, космическое и другие виды разведки. Борьба с банформированиями, признанными организацией объединённых наций террористическими, будет продолжена. Для координации действий всех участников конфликта на авиабазе «Хмеймим», где базируют российские военные, создан Центр по примирению враждующих сторон. Подобную структуру формируют и в Омане американские специалисты. Горячая линия связи теперь работает в круглосуточном режиме и соединяет «Хмеймим», «Амман», Москву, Вашингтон и Женеву, где также работает делегация Министерства обороны России. Накануне Москва и Вашингтон обменялись подробными картами обстановки в Сирии. Вот документ, который был передан американской стороне. Здесь отмечены районы, в которых на данный момент ведётся работа по примирению. Позиции правительственных войск и других вооружённых формирований, курдские территории и, конечно, земли, удерживаемые террористами ИГИЛ и Джипхат Ан-Нусры. Естественно, что они в зелёную зону не входят. Кроме того, Соединённые Штаты получили список группировок, присоединившихся к режиму прекращения огня. Общая их численность 6111 человек. Плюс в документе указаны и точные координаты 74 населённых пунктах, по которым удары должны быть исключены. Данные эти будут обновляться в режиме реального времени. Механизм по контролю за соблюдением перемирия сейчас прорабатывается и, вероятно, будет утверждён в ближайшее время. Россия уже направила своим коллегам по так называемой «западной коалиции» свои предложения. В частности, в случае нарушения условий перемирия, сторона, подвергшаяся обстрелу или нападению, незамедлительно информирует об этом российских или американских военных представителей. При подтверждении информации о нарушении Центр по примирению враждующих сторон в Сирии от России или рабочая группа по обмену информации от США совместно или по отдельности принимают меры к прекращению нарушения и скорейшей деэскалации напряжённости. В предложенном нами документе также определены порядок обмена информацией и разрешение споров по обвинениям в несоблюдении режима прекращения боевых действий. Центр на авиабазе «Хмеймим» уже наладил взаимодействие с сирийскими структурами, занимающимися примирением. И первые результаты этого сотрудничества дают надежду, что инициатива будет поддержана большинством сирийцев. На сегодняшний день боевые действия прекращены в 34 населённых пунктах, в основном в провинции Хама. Среди них Абу-Дали, Альхвейн, Хазер, Забади, Зогба и другие. Удалось достигнуть договорённости со старейшинами и полевыми командирами, контролирующими города в провинции Хомс. А в Дарайе, пригороде Дамаска, соглашение было подписано с местными жителями. Работа по восстановлению мира Сирии ведётся в круглосуточном режиме. Контроль осуществляется с привлечением 70 беспилотных летательных аппаратов. Организовано оповещение о возможности прекращения боевых действий по всей территории Сирии. Для этого в сирийских СМИ постоянно выводится бегущая строка с контактной информацией нашего центра. А на мобильные телефоны и электронные адреса осуществляется рассылка СМС-сообщений с условиями прекращения боевых действий и образцами заявочного листа. Сейчас, после прекращения огня, российские военные сосредоточились на гуманитарной миссии. Всего с декабря прошлого года самолёты Ил-76 доставили в районы, где проживают мирные жители, более сотни транспортных платформ с продовольствием, медикаментами и топливом. Общим весом 534 тонны. Плюс населённые пункты с администрациями которых заключён договор о перемирии только за последние два дня получили 2,5 тонны гуманитарной помощи.